МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как рассчитывалась эта сумма? Мы брали среднюю стоимость квадратного метра по России с учетом региональных особенностей и умножали на количество метров. То есть это условно трехкомнатная полноценная квартира. С 2014 года в этих конкурсах побеждали 6 работников сферы образования Ульяновской области. На заседании правительство просили рассмотреть возможность поощрять не только победителей, но и призеров. Порой разрыв между первым и вторым местом не больше одного балла. Я думаю, в любом случае надо с чего-то начинать, а там посмотрим, потому что человек, который не стал первым, но стал вторым или третьим, тоже не факт, что у него меньшее знание и компетенция. Может, ему просто в какой-то момент не повезло. Усилят контроль за сохранением недвижимости детей-сирот и те, кто остался без попечения родителей. Как уверяют специалисты, в регионе хоть и не часто, но встречаются случаи. Когда ребенок попадает в детский дом и может претендовать на жилье, которое осталось от родственников, но после возвращения обнаруживают, что в квартире, к примеру, живет чужой человек с огромными долгами за коммуналку. Критерии оценки вообще по состоянию жилья. Это необходимо, чтобы жилье содержалось в хороших условиях, потому что ребенок рано или поздно выйдет из учреждения и должен вернуться в нормальную благоустроенную квартиру. Новыми полномочиями по усилению контроля непосредственно на местах наделяют органы опеки каждого района области. Вопрос у меня самый главный – продумать о том, каким образом будет осуществляться контроль за эффективностью исполнения этих полномочий на уровне муниципалитета. То есть, как, соответственно, муниципалитет будет информировать ваше министерство о том, что да, есть столько-то объектов. Обсудили на заседании привлечение новых квалифицированных кадров в сферу ЖКХ. Будущих коммунальщиков готовят на кафедрах Ульяновского технического вуза. Бюджетные места бакалавры и магистры получают за счет средств из регионального бюджета. Закон о бесплатном обучении взамен на 5 лет работы в регионе заканчивается в 2023 году. В правительстве предложили продлить срок еще на год, чтобы набрать новых студентов. И в этом году мы, в соответствии с данным законом, сделаем набор 15 бакалавров и 20 магистров. Со сроком обучения бакалавриата 4 года, магистратуры 2 года. Все необходимые согласования получены. Стоимость обучения по программе бакалавриата на весь период составит 7 863 000 и 5 300 000 будет стоить нам магистры. За время действия закона из вуза выпустились 18 магистров и 20 бакалавров. Сейчас обучение продолжают 79 человек. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ.